Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Не помню, какой-то литературный персонаж говорил, в свободное время я еще немножечко шью. Так вот, я в свободное от работы время, не бывает свободного времени у еврейской женщины, но тем не менее, иногда я даю тоже частные уроки. Раньше бы сказали игры на фортепиано и гитаре, но сегодня фортепиано как такового не существует. Сегодня есть орган, и у меня одна из учениц, девочка из очень богатой семьи. Когда я сказала очень, это ничего. И вот эта девочка, 14 лет, ее мама решила, чтобы я обучала ее игре на фортепиано или органе. И вот эта девочка, с удивлением увидев меня, увидев и поняв, что к ней привели религиозную учительницу, вначале очень несколько, ну, достаточное количество уроков ко мне приглядывалось. Но так получилось, что время урока, которое у меня с ней было, пришлось на такое время, что или дети приходят со школы, или у них с работы, у меня дети всех возрастов. И мы с ней договорились, с этой девочкой, что если во время урока мне звонит кто-то из моих детей, я отвечаю, но это время я ей потом возвращаю, потому что время у нас практически столько, сколько нужно, и ее час я ей по-любому отдам. И вот несколько раз на протяжении уроков, когда звонили мои дети, а у нас был договор, что я моим детям, да, отвечаю, она слышала наши диалоги, потому что, как правило, телефон стоял на громкоговорителе, мне так было удобнее, и она слышала мои диалоги с детьми. Однажды мой сын позвонил и спросил, мама, ты как, ты после урока сразу едешь домой? Я говорю, да. Он мне говорит, ты позвони, когда ты будешь садиться в машину, я включу кондиционер. Девочка, после того, как закончился разговор, она спрашивает, а зачем вашему сыну знать, когда вы возвращаетесь? Я говорю, ну он же сказал, чтобы включить кондиционер, она говорит, а зачем? Я говорю, дело в том, что у него в комнате свой собственный кондиционер, а в остальном доме стоит кондиционер, который один на весь дом. Девочка так меня смотрит, говорит, и что, я не понимаю. Я говорю, мой сын хочет, чтобы я вернулась из жары в прохладный, в охлажденный дом. И поэтому, когда я сяду в машину, он включит кондиционер, минут 10-15 езды, пока я доеду до дому, дом успеет охладиться, и я открою дверь в охлажденный дом, и из жары попаду в приятную прохладу. Девочка так как-то странно среагировала. Другой раз мне позвонила дочка, супер, а дочка как раз была ее возрастом, они ровесницей, и она мне сказала, мам, там у тебя чай кончается, который ты любишь. Это манго с джинджер, джинджер это имбирь. Купить тебе еще такой чай? Я говорю, ой, да, моя девочка, спасибо тебе большое, хорошо, что ты заметила. Она говорит, да, я увидела, что кончается, а ты этот чай любишь, я тебе покупаю. Я говорю, да, спасибо. У моей ученицы очень сильно поднялись брови вверх, она говорит, твоя дочка покупает тебе чай, еще видела, что твой чай, который ты любишь, он кончается. Я говорю, да, что здесь такого? Она так недоуменно говорит, а я даже не знаю, какой чай любит моя мама. Я говорю, ну так интересуюсь, я говорю, это очень, очень правильная и нужная информация. Я говорю, кроме того, я говорю, мои дети не просто знают, какой чай я люблю, они знают утром, если мне приготовить кофе, кофе с молоком, разумеется, я говорю, они знают, какой бокал я люблю. Когда я, я говорю, иногда я люблю с большого бокала пить кофе, иногда я люблю с маленького. Например, утром они знают, что я люблю утром пить с самого маленького бокальчика, потому что утром, пока я не проснулась, выпить вот такую вот огромную чашку кофе это свыше моих сил и поэтому они берут маленькую чашечку делают кофе причем они знают сколько сахара или заменителя сколько молока когда я люблю что было много молока когда я люблю что было мало молока чтоб кофе был более горячий она не смотрит как извините как баран на новые ворота она говорит твои дети тебе утром делают кофе обруда что здесь такого не значит я опаздываю на работу я всегда тороплюсь если кто-то из них у них есть там лишние там пять минут они мне обязательно спросят мам тебе кофе сделать до и не бегут и конечно не знают как сделать чтобы это мне было приятно и хорошо иногда мне даже что-то собой в сумку заталкивают какой-то там батончик такой специальный из из лаков или что такое потому что видят что я не всегда успеваю она на меня смотрит как на инопланетянку она говорит я буду смотреть тебе 14 лет уже большая тоже не пятилетние дети так делают а мы так с мамой не общаемся я вообще понятия не имею что она любит как она любит и вот на протяжении уроков она слыша мое общение с детьми причем у меня есть уже давно внуки у меня есть девочка которая ее возраста у меня есть сыновья у меня есть дочери она слыша как я общаюсь с детьми она в один момент не выдержала и сказала подожди почему у тебя такие отношения с детьми почему у меня нет таких отношений с мамой почему почему твои дети спрашивают что-то про папу почему почему у вас так а почему у нас не так я говорю это все из-за шаббата какого шаббата нашего еврейского шаббата а при чем тут шаббат я говорю потому что мы сближаемся с друг другом и знаем друг о друге только благодаря шаббату она говорит почему она будет но на же тоже шаббат я говорю вы же шаббат не соблюдаете она говорит нет мы светские агромы религиозные темные махровые игры мы соблюдаем шаббат написано в наших источниках не столько еврей хранит шаббат сколько не только евреи хранят шаббат сколько шаббат охраняет евреев она бы ты не можешь объяснить что это такое я говорю мы с тобой до занимаемся я не хочу за время урока тратить наше время потому что твоя мама платит мне не за это за то чтобы ты красиво играла на органе игра потом если у тебя есть время я тебе объясню и когда кончился наш урок я рассказала что когда мы целыми днями друг друга не видим мы работаем дети учатся есть дети которые уже не в семье которые уже женаты есть один день когда мы встречаемся все вместе и это шаббат и это 25 часов и она горит и что у вас не включенный телевизор и я говорю начнем с того что телевизор у нас дома уже нет лет 15-18 я там точно не помню я думаю от него отказались давно я говорю он нам не нужен я говорю все что нам нужно мы получаем через интернет и в то время когда нам удобно и телевизор нам не будет диктовать когда сесть все оставить и сесть смотреть сериал или какие-то другие передачи как мне рассказала одна девочка ее мама не пришла к ней на праздник у них там была очень красивый праздник по случае того что они там закончили изучать какую-то книгу и мама не пришла потому что она сидела смотрела свой любимый сериал и это для мамы было достаточное оправдание потому что она эту серию ждала долго так вот игру мы не рабы телевидения мы в шаббат свободные люди на свободной от работы на свободных звонков никто не может посередине трапезы вдруг позвонить и что папа вдруг на полчаса пропал там где-то или мама или что 25 часов отключается все все медиа все вообще говорит боже мой а что же вы делаете я говорю мы сидим за столом и мы общаемся друг с другом я говорю папа готовит рассказ о недельной главе папа папа я говорю папа группа спрашивает детей что у них было в школе что они проходили она губ боже мой если меня папа спросит чтобы в школе это будет скандал я бы нет папа спрашивает что в школе проходили и дети из или в садике уже с трехлетнего возраста учатся рассказывать что было в садике какая недельная глава по этой теме проходит дискуссия по этой теме готовятся вопросы загадки викторины готовятся какие-то сладости и призы если дети еще маленькие чтобы они с удовольствием отвечали готовится папа она говорит у вас что папа готовится к шабату груда папа готовится к выступлению к шабатному потому что папа его обязанность рассказать недельную главу если мама умная например такая как я маме тоже не всегда что добавить после папы дети я кроме этого мы друг о друге знаем все потому что мы друг друга узнаем только по шабатам и мои взрослые дети которые выросли они сказали что все что они помнят с нашего со своего детства самое главное что они помнят это шабаты это вместе это за столом это вдумчивая беседа друг с другом это посмотреть в глаза друг другу один раз в неделю мы собираемся за столом готов я кстати так люблю когда к нам приходят гости это так хорошо это мама за столом папа за столом мы разговариваем правда иногда когда там они хотят о чем-то своем поговорить они нас отсылают и говорят ну все правда вот мой брат он уже большой он вообще уже не не сидит с нами за столом его уже не интересно я говорю а у нас сидят все и все возраста и для всех находится время и для всех находится время всех выслушать я много рассказывала о шабате она была поражена я сказала шаббат этот тот цемент который скрепляет семью маму папу бабушек дедушек это то что скрепляет всех вместе это то что держит нас всех вместе поэтому муж разговаривается своей женой жена разговаривает со своим мужем когда дети укладываются спать папа и мама беседуют со своими детьми и дети беседуют с родителем у нас есть 25 часов нету чтобы знать друг от других все что только можно потому что эти 25 часов включая сон включая три трапезы нужно каким-то образом провести вместе и не разбегаться по своим комнатам нет такого после трапезы продолжаются иногда полтора иногда два часа а их три за шаббат вечер утро в 11 где-то ближе к 12 шаббат сам и после полудня это где-то 45 часов так вот за эти три трапезы вы успеваете по побеседовать по рассказывать поиграть в игры а на курсу что вы играете я говорю да очень интересно у нас есть лабиринт когда мы все сидим там на четырех игроков мы очень любим играть в нарды и мужчины любят играть в шахматы у нас очень много настольных игр она говорит вы реально все это делаете я говорю да прошло какое-то время и мама девочки вызвав меня поджав губы сказала что она прекращает уроки со мной найдет девочки другую учительницу потому что ее девочка из общения со мной стала требовать чтобы семья соблюдала шаббат я знала что этим кончится я предупреждала девочку что ты тоже захочешь соблюдать шаббат и тем не менее этот день настал и меня попросили из дома чтобы больше моя нога не переступала порог этого дома хотя девочку я предупреждала что ты захочешь шаббат и в конце концов твоя мама меня от дома отдалит это и произошло может быть эта девочка вырастет и это тоска по единству по любви по беседе потому что люди смотрят в глаза друг другу может быть это подвигнет ее на то что когда-нибудь ее семья будет соблюдать шаббат в нашей недельной главе и муж и получает от бога приказ строить мешками мешкам это святилище для бога нас простили после греха золотым тельцом в емкий пор состоялся как бы наш повторный договор со всевышним что мы остаемся его детьми его любимым народом и бог сказал стройте мне мешкам но только не шаббат отсюда мы знаем что можно делать шаббат что нельзя все работы которые делались в святилище которые должны были для мешкана все эти работы а их 39 они запрещены в шаббат отсюда выводятся все законы это много много томов которые рассказывают о том как соблюсти шаббат что нельзя делать처럼 и что должно делать шаббат шаббат нужно готовить к шаббату нужно готовится шаббат это то время когда есть место святое это святилище и есть время святости это шаббат наша встреча со всевышним наша встреча друг с другом И поэтому я искренне желаю всем вам, когда-нибудь, те, кто еще не соблюдает шаббат, когда-нибудь прийти к этому и начать соблюдать шаббат для вас самих, для ваших детей, для вашего будущего. И всего вам хорошего. И, конечно же, шаббат шалом. С вами была ваша бабушка Соня.